Здравствуйте! В эфире телеканал АЖТСУ Новости в студии Айнур Мейрханова. Некогда мечта, ныне реальность. Экономная система централизованного отопления поэтапно вводится в Толгарском районе. С 2018 года на природный газ переведена 21 облочно-модульная котельная, которая обеспечивает теплом 129 многоквартирных домов. В текущем году в этот список войдут еще 13 многоэтажек. Объем работ небывалый, говорят местные жители, поскольку параллельно ведется благоустройство внутри дворовых детских площадок и дорог, строительство и реконструкция социальных объектов. Приоритете – качество. Плюсы блочно-модульных котельных современная система благоустройства оценила давно. Автономные, малогабаритные, сравнительно недорогие в возведении. Они помогли решить наболевший вопрос централизованного отопления для жителей Толгарского района. Некогда для обогрева квартир жители нескольких микрорайонов Толгара были вынуждены устанавливать собственные печи. С 2018 года уже 129 многоквартирных домов или 3857 квартир пользуются удобным централизованным газовым отоплением. Тепло и чисто радуются жителям многоэтажек. Работы продолжаются и в этом году. Их ход проинспектировал первый заместитель Акима области Лязат Турлашев. Как доложил ему курирующий сферу заместитель Акима района, в текущем году идет установка еще 11 аналогичных блочно-модульных котельных. 13 многоквартирных жилых домов мы в этом году планируем охватить централизованным отоплением. Это 632 квартиры. Котельные будут работать на природном газе, что исключает загрязнение воздуха и не требует подвоза угля. 46 объектов сейчас в районе реализуются в рамках дорожной карты занятости. В их числе внутри дворовые площадки для жителей микрорайонов Бостургай и Мелиоратор. Это долгожданное обновление. Сразу 6 таких объектов, рассчитанных на 23 многоквартирных жилых дома, реализуются только в райцентре. По проекту учтено все. Спортивный инвентарь для подростков и взрослых, прогулочные дорожки, места отдыха, игровые зоны для малышей и, конечно же, безопасность. Специальное покрытие предупреждает детский травматизм. Не только в нашем микрорайоне произошли такие большие изменения и большие работы. На протяжении всего нашего города все улицы у нас оснащены освещением. Все улицы у нас асфальтируются. Очень большую работу провели. В текущем году дороги обновляются в 16 населенных пунктах района. Это 76 улиц, 24 из которых за счет местного бюджета, 52 в рамках дорожной карты занятости. Однако есть еще ряд задач, которые в ближайшее время предстоит решить уже новому Акиму. Так, в районе ищут требуют ремонта водопроводные сети на 70% изношенные ирригационные каналы. Еще актуален вопрос трехсменного обучения детей в школах, а в ряде населенных пунктов нужен высокоскоростный интернет, что в свете предстоящего дистанционного обучения в новом учебном году весьма актуально. Нас Гульбошан, Айдос Калиев, Аманжол Жонкешев, Телеканал ЖТСУ. Границы расширяются. С 2021 года портал социальных услуг заработает на 100%. Если в настоящее время через него можно приобрести только 24 вида технических средств реабилитации, то с нового года их станет 55. Более того, как отметили специалисты, с начала следующего года через платформу услуги получить смогут не только инвалиды. Подробности в материале. Портал социальных услуг внедрён весной этого года для удобства людей с особыми потребностями. Посредством него инвалиды могут приобретать необходимые для жизни предметы, не выходя из дома. Пока на портале 24 вида технических средств реабилитации. С нового года в перечне войдёт ещё 31 наименование. Как утверждают услугополучатели, функционирование платформы, пусть даже не на всю мощь, намного облегчает их жизнь. Получается, что мы подаём заявку удалённо через свои цепи. Не нужно ходить в собес, нужен только компьютер, доступ к интернету. Я, допустим, заказал, выбрал тип доставки курьерская. Через 10 дней мне позвонили, спросили, когда мне удобно будет. После обеда, коли я привёз коробку, поставил домой в квартиру. Никаких проблем нет. По словам специалистов, буквально через 6 месяцев в онлайн-формате можно будет заказать и специальные социальные услуги. К ним относятся услуги индивидуального помощника, специалистов жестового языка и санаторное и курортное лечение. Пробную версию оказания таких услуг в онлайн-режиме запустят уже осенью этого года. Сейчас дополнительно планируем до конца года пилотном проекте для направления санаторного и курортного лечения обеспечить 15 или 20 человек именно через портал социальных услуг. Таким образом, с 2021 года портал охватит полный спектр услуг, необходимых для людей с особыми потребностями. Вместе с тем, как поделились с нами в ведомстве, через данную платформу будут обслуживаться не только инвалиды. К примеру, детям от 1 до 6 лет из числа получателей адреса социальной помощи на сегодняшний день обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, то есть через акиматы сельские и отделом занятости социальных программ. То вот эти все услуги будут переходить плавным переходом на портал социальных услуг. К слову, за пять месяцев работы интернет-ресурса для получения свыше 4 тысяч услуг обратилось около 2,5 тысяч инвалидов. Более 2 тысяч различных средств реабилитации на сегодня уже доставлены адресатом. Айнур Мирханова, Абылая Куттыкпай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Время с пользой. В Алматинской области начал работу первый в своем роде онлайн-лагерь. Стать участниками такого необычного мероприятия, организованного волонтерским центром ДОСКИИЗЭД, смогли учащиеся старших классов сельских школ со всех регионов края ЖТСУ. В первом сезоне прошли олимпиады, в которых свои силы опробовали порядка 400 человек. Сегодня состоялось открытие второго сезона. Часть этого был проведен День масок, в рамках которого ребята различными способами должны были украсить свои маски, еще раз показав, что в нынешнее время нельзя забывать про средства индивидуальной защиты. В целом на протяжении недели около 200 школьников, разделившись на 20 отрядов, примут участие в конкурсах, викторинах, клубах казахского, английского и русского языков, научатся писать эссе и создавать эмблемы. Волонтерам в помощь в проведении лагеря оказали партнеры, которыми выступили детская библиотека имени Бегалина в городе Алматы, Назарбаев интеллектуальная школа и другие. В конце августа будут подведены итоги работы, победители получат ценные призы. Мы определяем победителей, кто участвовал в викторинах, конкурсах, показал лучшие результаты и лучшим будут вручены смартфоны. Это сейчас актуально, потому что дети принимают участие именно из сельской местности и принимают участие из многодетных, неполных семей, малоимущих семей. В рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив, большой общенациональный проект БРГМСБЛИМ, хотим таким образом помочь как-то технические оснащения улучшить именно в сельской местности школьникам. Игровые автоматы отправили на металлолом. 12 августа сотрудники Департамента экономических расследований Палматинской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий взяли игровые автоматы и терминалы у нерадивых бизнесменов Ильского, Карасайского и Жамбылского районов. Пять приговоров суда уже вступили в силу. В рамках уголовных дел о незаконном содержании игорного заведения или незаконной организации деятельности в сфере игорного бизнеса в одном из крупных пунктов приема металлолома уничтожено 15 игровых автоматов. К этому часу у меня пока все, а мы с вами встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин